Всем привет! Сегодня на повестке дня сухие растительные колбаски. Вкус яркий, насыщенный, с приятными специями, что идеально подходит для бутербродов, пиццы, закусок и всего, что подскажет фантазия. Без мяса, но с настоящим характером. Присоединяйтесь, будем творить вкусноту. Для начала нам понадобятся баклажаны, 4 штуки среднего размера. Отрезаем хвостики и очищаем от кожуры. Так, очистили баклажаны. Каждый баклажан нарезаем слайсами. А затем поперек нарезаем тоненькими кусочками, как будто нарезаем лапшу. Баклажаны отправляем в миску. Добавляем соль, одну с половиной столовых ложек и хорошенько перемешиваем. Дальше нам понадобится хороший натуральный уксус. У меня уксус природного брожения, натуральный от смочного, химическим. Я не пользуюсь уксусом. Уксуса нам понадобится 50 миллилитров. Вливаем баклажаны, перемешиваем, накрываем крышкой и ставим груз. Оставляем баклажаны на ночь, чтобы они пустили хорошо сок. На следующий день работаем в перчатках. Берем баклажаны и хорошенько выдавливаем из них сок, чтобы они прям были сухие. Стараемся побольше выдавить сока из них. Готовые баклажаны выкладываем на тарелку. Снова берем порцию баклажанов и выдавливаем, чтобы и уксус вышел ненужный и сок. Так, готовые баклажаны отправляем в миску. Дальше нам понадобится 1 пучок петрушки. Промываем и мелко нарезаем. Отправляем в баклажаны. Также нам понадобится чеснок. Я взяла 2 зубка, но лучше всего брать побольше, где-то 5 зубков. Нарезаем мелко, отправляем баклажаны. Берем острый красный перец по вкусу. Меленько нарезаем и также отправляем в баклажаны. Добавляем итальянские травы 1 чайную ложку и вливаем растительное масло 200 миллилитров. Все хорошенько перемешиваем. Добавляем куркуму, пол чайной ложки. Также перемешиваем. Баклажаны отправляем в банку. Утрамбовываем ложкой, чтобы не было пустот. И сверху наливаем растительное масло 30 миллилитров. Закрываем банку крышкой и ставим в холодильник на сутки. Зеленую гречку, не коричневую, зеленую гречку 200 грамм. Нужно замочить на 3 часа. Сливаем воду, хорошенько промываем ее от слизи. Достаем баклажаны и отправляем вместе с маслом в чашу блендера. Добавляем зеленую гречку, вливаем воду 50 миллилитров и взбиваем до однородности. Не стоит больше добавлять воды. Должна получиться вот такая вот густая масса. Показываю еще раз. Масса держит форму. Добавляем соль по вкусу. Перемешиваем хорошо. Добавляем черный перец. Перемешиваем хорошо. Затем разрезаем пекарскую бумагу на прямоугольники и фольгу на прямоугольники. Получилось 10 листов пекарской бумаги и 10 листов фольги. Каждый лист пекарской бумаги смазываем растительным маслом. На пекарскую бумагу выкладываем массу чайной ложкой. Затем закручиваем бумагу. Вот. Закрутили. Фиксируем концы как фантик для конфеты. И взявшись за два конца, уплотняем, чтобы не было пустот. Затем заворачиваем фольгу. Также закручиваем концы как фантик для конфеты. Еще раз повторяю. Пекарскую бумагу смазали растительным маслом. Выложили немного массы из баклажанов. Свернули. Концы зафиксировали и уплотнили и завернули в фольгу. Концы зафиксировали. Выкладываем на противень наши заготовки. И ставим в разогретую духовку до 190 градусов на 35 минут. Даем полностью остыть. Ни в коем случае не снимаем фольгу пока масса не остынет. Потому что она еще не стабильная. А когда охладится станет плотной. Колбаски остыли. Нужно снять пекарскую бумагу и фольгу. И выкладываем колбаски на решетку для духовки. Сушим колбаски в духовке. Режим конвекции. 65 градусов. И дверца духовки должна быть приоткрыта. Между духовкой и дверцей я ставлю деревянную лопатку. Сушим 4 часа. Колбаски нужно остудить. Дальше я в тарелку всыпаю немного итальянских трав. И часть колбасок обваливаю в этой специи. Тоже интересно получается. Также в тарелку всыпаю острый красный перец. И также обваливаю часть колбасок в остром перце. Вот такие интересные у меня колбаски получаются. Полюбуйтесь какая интересная. Плотная текстура. Приятный нежный аромат. Так что если кто-то скажет, что без мяса колбаса это не колбаса, можете смело предложить им попробовать. Уверенные взгляды на бутеры изменятся навсегда. А мы продолжаем и готовим бутер. Берем хлебушек домашний. Берем очень вкусную, кстати, намазку из листьев хрена. Намазываем на наш ломтик хлебушка. И выкладываем растительную колбаску. Посмотрите какая красота, какие краски. Но самое главное, что никто не пострадал. Хранить такие колбаски нужно в пекарской бумаге в холодильнике. Спасибо, что были со мной сегодня. Надеюсь, ваши бутеры с растительными колбасками получатся просто бомбические. До новых вкусных встреч. Скоро снова будем творить кухонные чудеса. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok